Приветствую вас дорогие друзья! Добро пожаловать обратно в Барлоктере проходит оружелие! Прошлый забег вау! 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 Клон! Наконец-то это свершилось! С меня это требовали очень долго, очень настойчиво И я это сделал, я специально так сделал, чтобы клон выпал Но на самом деле он случайно выпал, я так специально не делал Но в принципе я доволен, знаете что? Клон это хорошо, клон это весело Я повеселился под конец забега, я сопротивлялся до последнего Как этот, как какой-нибудь этот 15-летний пацан, которому мама говорит Побрей усы, ты выглядишь как мудак уже, у тебя уже усы выросли А ты такой, мама, я не хочу сбревать усы И это значит, что я уже в каком-то смысле в свою взрослую жизнь перехожу А я не хочу никакую ответственность на себя брать и все такое Поэтому я буду ходить со стремными усиками Слушайте, мой совет вам, мой совет вам Окей, я ничего личного против вас Но если у тебя начали расти усы и они такие как стремные такие молодежные усы Слушай, просто возьми бритву и сбрей, окей? Я ничего против стремных усов не имею У меня у самого стремная бородища Со стремными усами Ну такая, правда, моя уже 30-летняя бородища Так что она уже более-менее по-мужицки выглядит Хотя сам я не слишком мужицкого вида Тем не менее Я этот... Слушайте, просто сбрейте, окей? Это вы не сделаете себе большое одолжение Если ваши усы будут выглядеть вменяемо В общем, после советов по бритью от профессионалов Варлока Заходите на мой сайт, подписывайтесь Советы по бритью ежедневные Брить направо или налево Только на канале Варлока Подписывайтесь Ставьте лайк Комментируйте Делитесь со своими друзьями И все такое Поджертвования принимаем на любой счет вебмани В общем, этот... Что у нас за забег? Делаем забег пилотом Так, я нам засчитал... Засчитываю прошлый забег за одну... За одну победу Не за два Не за две Потому что первую мы успешно проиграли, да? Если бы я там специально на лече умер То я бы засчитал это, может, за две победы Но я там специально на лече... Как раз наоборот Я пытался специально выиграть на лече, да? Ну, соответственно... Соответственно, получилось то, что получилось В общем, расклад такой Это у нас сейчас пятая победа будет Если будет, то она будет пятая подряд Я был бы счастлив Пять подряд... Пять подряд побед у нас еще не было, вроде бы И особенно у меня не было таких проблем с русским языком Тоже, вроде бы А может, и были всегда Может, я на самом деле инопланетянин Может, я не существую Может, это весь мир иллюзий Окей Я уже сто раз это делал Я не буду вас Я избавлюсь вас от этого Но все-таки А вдруг это мир иллюзия? Нет, 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 нет Мы не делаем эту штуку сегодня Мы проговорим о чем-нибудь более интересном И более жизненном Например, о том Какие водители в маршрутках козлы, да? Вот, слушайте Вы вот ездите, если на общественном транспорте Часто у вас водилы на маршрутках Просто проезжают мимо и все Не останавливаются Просто потому, что им лень, например, перестроиться Или что-то Ну, не козлы ли, да? И что делать в таком случае? Звонить что-ли в эту В организацию, которая занимается перевозками Ну, по-моему, это бесполезно Насколько я понимаю О, вау Красный сундук на первом этаже Окей Окей Я, я за Так, но Сначала Да черт-то с ним Открываем Свинья Ну, практически клон Практически клон Свинья дает нам шанс воскреснуть после смерти Знаете, что я сделаю? Если нам попадется Если нам попадется в магазин И будет возможность продать эту свинью Зеленому слизняку Я ее туда продам Да, и если не попадется, значит хорошо Значит, свинья у нас остается И мы воскреснем после смерти Практически свинья гарантирует победу Эм Я ее хочу продать не потому, что мне Как бы У, палец ввеча Окей, я согласен Я хочу ее продать не потому, что мне Как бы Я считаю себя таким крутым игроком Которому не нужно воскрешение А я хочу ее продать, потому что Эм Потому что мне кажется, что шансы на победу Таким образом увеличится Получить за нее сколько? Ну мы гильз получим за нее Наверное, штук 70, да? Где-то 70 гильз Это один пассивный предмет Либо одно оружие Вау Мимик, да? Ну ладно Ну синего мимика мы завалим И так стартовым пистолетом пилота Без проблем Не должно ничего плохого с нами случиться Пока мы его будем валить Ну, мимик Здравствуйте Здравствуйте Оп-оп-оп Тихо Ну, убить он нас не убьет Надеюсь, что свинью не придется использовать Прямо сейчас О, кирпичная пушка Окей Окей-окей-окей-окей-окей-окей-окей Кирпичная пушка Это хорошо И знаете что? Еще в комнату с боссом Мы возьмем палец лича И... Ключ Я не забыл, что он там Я помню Вы думали, я забыл Ха-ха-ха Варлок никогда ничего не забывает Ну, кроме всех тех случаев Когда он забывает Ключайка А, нет Близнецы Близнецы, кстати, идеально Близнецы идеально для нашей ситуации Собственно Проникающие выстрелы любого вида Против близнецов очень хороши Но Мне кажется, черепаховая пушка Особенно хороша против близнецов Потому что У них не очень большая арена Боя с ними И Каждая черепаха будет по несколько раз Бить каждого близнеца Только надо Не Не запариться с этим С уклонением Потому что Слишком много всего летает по экрану Если что Использовать пустышку Да, по-моему Вот только что мы правильно Абсолютно сделали Вообще Черепаховая пушка Далеко не моя любимая И даже не то, что И даже не моя любимая Она даже не входит В разряд пушек Которые я О которых я мечтаю По ночам, да Потому что Ну да Из нее вылетают черепахи Ну да Они отскакивают от стен Я понимаю, что это Выглядит круто В каком-то смысле Но На практике На практике Она далеко не так полезна Как Выглядит Ну, выглядит Скажем так Выглядит она лучше, чем Эффект Эффект, который она Производит на боссе Хотя Знаете что? Она довольно экономна В плане боеприпаса Вот Где она? Она очень-очень экономно Расходует боеприпас Вот тут не поспоришь Тут она Хороша Так Ну ладно Знаете что? Мы сейчас долбанем пустышку В магазине По-моему Мы не сможем Купить ключ Потому что он По-моему 21 Стоит Ну и хрен С ним Да Поехали отсюда Поросенок Ну Я знаю Я знаю Что поросенок Это хорошо Опять же Если я эти деньги Смогу вложить Во что-то Что сделает мой урон Выше То я лучше это сделаю Чем Таскать с собой Шанс воскрешения Ну не шанс Это 100% шанс Это 100% воскрешение Тут шанса никакого нет Я имею ввиду Что все время Таскать с собой Вот это воскрешение Которое Может никогда нам И не пригодится Если наш заход Будет достаточно хорош То нам не потребуется Воскрешаться Я думаю Что кстати Черепаховая пушка Будет Вау Броню потеряли Нет я пустышку Случайно использовал Гениально Черепаховая пушка Будет в комнатах Лучше чем на боссе Наверное Лучше я Электропушку Поиспользую на боссе Вот черепаховой пушкой Зайти и выстрелить Несколько Черепах в комнату По моему Как раз самое то Чтобы сделать комнату Немного полегче Для себя Да Раз Два Три Четыре И дальше мы уже Переключаемся на пистолет И добиваем всех Из пистолета Не то чтобы нам Вообще есть смысл Переключаться на пистолет И использовать его У нас как бы С патронами Вроде проблем нету Вот что что А патроны у нас В достатке Поэтому я не уверен Вообще В этой тактике Но Будем ее придерживаться У нас есть планы Мы его будем придерживаться Прощаюсь поросенок Было приятно С тобой познакомиться До свидания Ну Я бы сказал Что нам даже Приблизительно Не дали столько денег Сколько я хотел За него получить Это нам урок На будущее То есть Здесь поросенка Не нужно было продавать Я надеялся Что за него Дадут золотую гильзу Потому что За некоторые За некоторые предметы Которые ты продаешь За них Дают золотую гильзу Мы это проводим Эксперименты То есть Мы здесь проводим Просто эксперименты Иногда эксперименты Оказываются Плохими Отрицательный результат Это тоже результат Знаете что говорят Научные физики Которые учат вас всему Отрицательный результат Тоже результат И вот только что Мне пришло в голову Что Знаете, наука очень сильно недооценена Я понимаю, что все, практически все, что создано современным человечеством Оно все благодаря науке создано И даже вот эта вот игра, в которую я играю Ее бы не было, если бы электрические импульсы не проходили мимо Не мимо, а по электродам, которые внутри этого компьютера Вот эта небольшая железячка, которая стоит сейчас возле моего стола Она позволяет генерировать такие безумные вещи, как вот игра оружелия И при этом позволяет мне эту игру записать А вам позволяет потом смотреть эту игру Эту безумную штуку, абсолютно нереальную для людей, которые жили еще 50 лет назад Но про это я говорил Про что я не говорил? Это про то, что, несмотря на то, что эта наука это все нам добывает Производит И люди, которые в этой научной сфере работают Они нам это все делают Считайте, за такие, такие маленькие Ну, они много денег получают Но они могли бы потребовать, например, быть властелинами мира И 50 девственниц каждый день на завтрак, да? И эти требования бы пришлось выполнить Потому что мы хотим же играть в оружелье Я бы вот всех девственниц отдал бы Ну, на самом деле не стал бы Только искусственно созданных, которые не обладают сознанием Ну, роботов В смысле резиновых кукол Я исследую этаж до конца Я к тому, что... А как... Зато как модно в школе, например, с этой науки ржать Фу, тупые заучки, ботаны, ха-ха Эти придурки, которые С самого раннего детства Спешат выучиться и создавать прекрасные вещи Которые когда-нибудь Позволят человечеству даже в космос Например Полететь с самого заучка Знаете, вот это я против этого Но я понимаю культура вот Это... Уничтожение заучек Я все это прекрасно понимаю, да? Вы объединяетесь в банду Но вы, я говорю, с теми Кто это делает Я уверен, что среди моих зрителей таких нет Потому что у тех, кто так делает Обычно немножко другие интересы в жизни Чем смотреть летсплей по оружелю Но! Но! В любом случае Я к тому, что Как это неправильно, да? Как это неправильно И как это грустно И вот, например, мне очень химия нравилась В школе. Я не был самым уж Задрыщом с ботаном в школе Я это Я использую это слово Прекрасно понимаю, что я только что говорил Такие слова вообще не использовать Но мне кажется, что ботан это не такое Жесткое слово, как заучка Ну, в любом случае Я не был человеком, который Много-много-много-много-много учится в школе И я не был человеком, которого Сильно травят в школе. Чуть-чуть, слегка Но Я Приходилось, приходилось притворяться Потому что идете вы на экзамен по химии Да, и такие Вау, сука, эта химичка Опять на экзамен Сейчас она задает, там такой Чос будет, наверное, вообще Не знаю, почему я включил, во-первых, голос Бандита из сталкера, но, видимо У меня ассоциируется школа с бандитами из сталкера Вообще, это Охренело Короче, реально Так, давайте, пацаны Что-то решать Надо ее как-то вычислить после уроков И ты такой Да, да Тупая эта химичка Со своими экзаменами А на самом деле думаешь про себя Этот экзамен Это будет так весело Это будет супер-классно Мы будем там писать какие-то формулы Высчитывать атомную массу Веществ Это очень интересно Вы меня понимаете Кто-нибудь из вас так делал Что идете на экзамен Обсуждаете этот экзамен С одноклассниками Нужно им рассказывать Что да, ты 100% тот же уверен Что этот экзамен это полный бред А на самом деле тебе интересно туда пойти Не то, чтобы я большой фанат науки Ну, то есть я большой фанат в теории Заниматься наукой я бы, наверное, не стал У меня Не знаю Может быть и стал бы Может быть и стал бы Но Почему-то Так не сложилось И все тут Что сделаешь Я не обязан оправдываться Вау Этот бой проходит отвратительно Он просто ужасно проходит Я не знаю, почему я так делаю Видимо, эта мысль про науку Меня сбила совсем Давай, босс Двигайся в сторону Да, вот этих Гранат Вау Эти гранаты взорвали нас Окей Этот бой прошел ужасно Я прошу прощения У вселенной За то, что я так сделал Я больше не буду Вселенная Не надо меня резать Знаете что? Мы получили Кольт 1851 На этом этаже Я вот смотрю на наши шмотки Сейчас У нас большая беда И то, что я продал Свинью Теперь кажется Совсем плохой идеей Потому что она, возможно, нам пригодится У нас вообще ничего нет Не надо было продавать свинью Какой мы сделаем из этого вывод? Никуда не продавай друзей Друзья Лучше любых Свиней Хотим ли мы здесь патроны покупать? Нет Эти деньги нам надо оставить На будущее На случай, если нам попадется В магазин С чем-то действительно полезным Кластерная мина Это Мягко говоря Не то, что нужно А, еще, кстати Знаете, знаете, что? Что-то я туда-сюда бегаю Вот этот шланг мы продадим Да? Мега-тушитель Потому что Скармливать его бесполезно В пожиратель Он даст нам деревянную пушку Из пассивок Мы ничего не хотим продавать Мы, может быть, хотим Кластерную мину продать Но я воздержусь Потому что у нас другого Активного предмета нет Ну, кроме отмычки Отмычка Хрень В общем Пока что этот забег Так себе Может, просто босс Неудачный попался Ну, ладно Давайте, знаете что Пойдем-ка дальше Пойдем-ка дальше Не будем Не будем впадать в уныние У нас еще впереди Много этажей Много шансов получить Что-нибудь реально жесткое Много шансов получить Тот же пожиратель оружия В который я оскорблю Например, электропушку Плюс Кольт И мы будем В шоколаде Хорошо В принципе Электропушка Неплоха Электропушка Неплоха Ее немножко Неудобно использовать В плане Что у нее нет Проникающих выстрелов И она только Одного противника Бьет Но Это дело Десятое Точность у нее Еще оставляет Желать лучшего Хорошо И расход Боеприпаса Большой Ну, после того Как я все эти Негативные эффекты Про нее сказал То, наверное, она не такая уж хорошая Указательный палец Лича нам помогает Помогает Тащить комнаты Используя Стартовый пистолет Пилота Который, конечно, является Отстойнейшим пистолетом В мире Но с пальцем Лича Он еще Куда не шло Нам бы какое-нибудь Увеличение урона Пули плюс один Решили бы множество Наших проблем Вау Закрытая дверь Я использую отмычки Они ее Не открыли Ну, ладно Я потому что Я понятия не имею Что там Там может быть магазин А может его и там И не быть А закрытый магазин Вот так закрытый Обычно обозначает Что там Курсула сидит Пофиг Использовали отмычки Закрыто Значит закрыто Мне как-то отплевать Если Не судьба Значит не судьба Ну, а Саму, собственно Сам ключ Я использовать не собирался Там в любом случае Если бы у нас было Четыре ключа, например Я бы подумал Чтобы открыть ключом Но я этот ключ оставлю А вот если у нас будет Магазин закрытый Тогда я лучше Магазин именно открою Наверное Таких противников Это большая трата Боеприпаса Убивать И это я открою Вау Окей Окей Единство Да, я хочу сказать Что я это открою Ключом Большая трата боеприпасов Таких толстых противников Убивать сейчас Оружиями Которые, собственно Тратят боеприпас Но я рассчитываю На пожиратель оружия Я рассчитываю На пожиратель оружия И, собственно Рассчитываю туда Скормить эти пушки Которые Которые хороши Но не очень экономны Правда мы получили Единство Единство Немножко меняет ситуацию Единство Означает Что чем больше У нас пушек Тем для нас Лучше Потому что Каждая пушка Получает Часть Какую-то часть Небольшую Я не уверен В точных Кстати Знаете Что я сделаю Сейчас мы Кое-что Сделаем Здесь Оп Поставим засаду Мину Правда Как-то Странно поставились Мины Ну ладно Взрывайтесь Хорошо Да Единство Делает так Что Патроны на Электрооружье Да Хорошо Знаете Что Давайте Кольт Поиспользуем А не Электрооружье Временно Единство Делает так Что Наши все Оружия Получают Часть урона Других Оружий Которые у нас Просто лежат В этот момент Неиспользованные Интересно Было бы знать Точные цифры Потому что Если это 1% От урона Всех остальных Пушек То нам Как бы Все равно Ну Это на самом деле Очень-очень-очень Небольшой процент Окей Ребят Я тут Пройду Вы не против Да Стойте Не двигайтесь Сейчас я вам Подарочек Пришлю Я сказал Не двигайтесь Собаке Вы что Не поняли Когда папа Как говорит Не двигаться Ты должна Сказать Что Слушаюсь Папочка Ооо Тихо 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 Так И у нас есть Кластерная Мина Уже заряженная Наверное Надо ее Использовать По кулдауну Уж на босса Кластерную Мину мы точно Не хотим Оставлять Нахрен Она нужна На боссе Она только Повредить Может На боссе Ее вообще Лучше Не использовать Только Может против Танка На этом Этаже Она будет Хороша Так Магазин Дай мне Пассивку На увеличение Урона Оу Калаш Окей Мы хотим Калаш Сто пудов Я не вижу Ситуации Когда я его Не куплю Калаш Это очень Круто Калаш Это просто Шикарно Одна из Самых таких Сильных Обычных Пушек Скажем так Это пушка Которая Ничего необычного В себе Не содержит Никаких Супер Эффектов Которые взрывают Пол экрана Ядерным взрывом Но он надежный Он как твой Кент С которым ты учился В универе А потом вы служили Вместе еще и в армии Вы уже так давно Вместе Так хорошо Друг друга знаете Что Ты готов на него Положиться В любой момент Хотя Если вот так По честному Признать То умом Он не блещет И сообразительностью Этот кент Но Но Он был с тобой Всегда Правильно я говорю Кенты Из армии Я в армии Не служил У меня нет Кентов из армии Поэтому я Понятия не имею О чем я говорю Почему собственно Я и рекомендую Обычно не слушать Моих советов Вообще никаких И второй сундук На этом этаже У нас содержит Протонный ранец Окей Нам начали выпадать Нормальные пушки И это меня Радует Вы не можете себе Представить как Потому что Я боялся Что мы попадем В ситуацию Когда Как на прошлом забеге В первой половине Прошлого забега Когда мы Окажемся на Адском этаже И у нас вообще Ни хрена нету Но это все еще Может случиться Но мы постараемся Этого избежать Так Босс Босс А чем мы его будем убивать? Протонным ранцем? Наверное калашом лучше Да? Танк Вот кстати Против танка Как раз И будет эффективна Кластерная мина Потому что он сам На нее будет наезжать И мы За это время Успеем отойти подальше Кластерную мину На танке Мы уже использовали Много-много раз В челленджах Все челленджи Где у нас были Какие-нибудь Активные предметы Рэмбо С активными предметами Был челлендж Еще что-то И мы Постоянно Я уже натренировался Короче Кластерную мину Против танка Использовать Челленджи Не прошли зря Челленджи Не прошли зря Вау Я дебил А не шерхан Хавал жеваные штаны Ну Вот это была ошибка Очень большая Которую Которую я не мог Себе позволить совершать Абсолютно Абсолютно Нулевые позволения Я должен был Себе выписать Эм Надо было Пустышку использовать Зажрался Зажрался Сука Вау Какой плохой Пассивный предмет Синий камень Гувна Ну потому что Гуоном Он не достоин Называться Только гувном Эм Окей Это плохо Секретная комната Да И тут броня Тоже не очень Давайте посмотрим Что нам в этом магазине Надо Ключ наверное И что еще Патроны Патроны на что Эм Нет Половину боезапаса На калаш Я пополнять Отказываюсь Погнали Погнали на следующий этаж Конечно Я очень расстроен Что мы сердце Дополнительное Не получили здесь Потому что Это был босс Которого мы Должны были Без проблем Завалить А пропустил я удар На нем Потому что Пытался поставить Кластерную мину Потому что Перед этим Я рассказывал Пять минут Как я мастерски Ставлю кластерные мины На танке И хотел доказать Всем Как я могу Прям во время полета Это сделать И Кто виноват в этом Только я Только я Но В любом случае Частично я обвиню Кластерную мину Хотя она Ничего плохого Не сделала Пассивный предмет Который мы тут получили Это полный обстой Кластерную мину Не надо было там Ставить вообще Не надо было ее трогать Но Я не знаю Что для меня хорошо А что для меня плохо Поэтому В общем Я безнадежен Абсолютно Иди нафиг Дядя Скажи-ка Дядя Ведь не даром Кольт 1851 Спаленный пожаром Французу Отданов По-моему Урон Начинает у нас Немножко повышаться Количество оружия Которое мы копим Потихоньку Начинает решать Тут фишка в том Что По идее Тут две фишки То есть Фишка номер один Если Единство Повышает Урон На фиксированную Величину То есть Дает там Например Плюс 1% урона За каждое дополнительное оружие В инвентаре Мимик Нет Так Открываем Вау Стингер Окей Это очень хорошо Не хочу преувеличивать Но это очень хорошо Да Если на 1% За каждое дополнительное Оружие В инвентаре Тогда нам похер Какие оружия Складывать в кучку Да Если Оно дает Урон В зависимости от того Какой урон У оружия Который у нас В инвентаре Дополнительные Лежат Вот это уже Совсем другой Разговор Потому что В этом случае Нам максимально Эффективно Будет Иметь Стрелять Из скорострельных Оружий А В инвентаре Держать Именно такие Оружия Как Стингер Однозарядное Мощное оружие В идеале Такие пушки Как Астральное Просто Сильное Сильное Однозарядное Оружие Ничего лишнего Но Я не знаю Ответа на этот вопрос Поэтому Собственно Ну мы Теоретически Можем проверить Ну как проверить Не то чтобы прям Проверить Но Попробуем Попробуем Испытать По моему Вот сейчас Крушитель кирпичей Очень хороший урон Наносит Или мне кажется Вау Пропустил Удар Все таки Крушитель Кирпичей Кстати Хрень Та еще Поэтому По моему Это как раз Тот этаж Где его Можно максимально Эффективно Применить Особо Не Подставляя Себя Под удары Потому что Он очень слаб У него преимущество Он Преимущество в том Что со временем Пока комната Длится Так сказать Вот Комнате проходит Секунд 30 Да он за это время Летает по комнате И набивает Как бы урон Но Моментально Убить этим Крушителем Какого нибудь Противника Не очень Представляется Возможным Даже наверное Иногда лучше Переключиться На Стартовый Пистолет И делать Вот так Как бы Не печально Это было Потому что Крушитель Все таки Его надо Юзать Именно когда Ты чувствуешь Что комната Будет длиться 5000 лет Или с Самонаводящимися Патронами Вот в этом Случае Он очень Очень Хорош Потому что Он Практически Всегда Будет попадать Да Для Крушителя Мы хотим Самонаводящиеся Патроны Тут Спору Быть не может Об этом Так До свидания Что мы еще хотим Да когда найти Босса Вау Мы его нашли По заказу Ну Стингер И поехали Естественно Это красный Куда без этого Ублюдка Как мы там Не получили урона Я не знаю Как мы здесь Не получили урона Как мы тут Не получили урона Как мы вообще Нигде не получили урона Знаете что У меня есть Пустышки Я не боюсь их Использовать Я вам отвечаю Вау Вот это да Не Входи в мою сторону Тебя мама не учила Не разговариваться С незнакомцами А я тебе Ну сегодня Твой незнакомец Сучка Сегодня Я тебя Порву в клочья Так Зачистить черепа И продолжаем стрелять Продолжаем стрелять Из стингера Ах ты Собака Барабака Уклоняется У меня нет слов Одни эмоции То что мы потеряли И здесь Возможность увеличить Своё здоровье Я У меня потихоньку Из глаз Начинают течь Кровавые слёзы Потому что Я понимаю Как глупо Я буду выглядеть Если мы умрём Из-за того что я Из-за того что я Решил Продать свинью Ну Я из этого сделаю Очень-очень хорошие выводы Поверьте мне Это будет для меня уроком Я его запомню Минимум На Три дня Может быть Даже на четыре Потом я опять забуду И буду делать Такие же глупости Но на пару дней Я вам говорю Я буду играть Очень аккуратно Мы не проиграем Окей Что это за настроения Такие Мы не проиграем Мы чемпионы Мы чемпионы Мы чемпионы Of the world И мы Мы Чемпионы Мы Чемпионы Of GunGen Да Фредди Меркури Из меня Так себе Эдди Мерфи Еще ничего А Фредди Меркури Вообще Никуда не годится Плохой бой Очень Очень плохо Кто-то играл Я не буду показывать Пальцем Он сам знает Что он сделал Знаете что Вместо Отмычек Мы возьмем аптечку Это такая Замена Свинье Аптечка Тоже можно Ее использовать Как свинью Лучше не надо Конечно Но Можно Знаете что Патрульная Возьму для Кольта Потому что Для него Мы возьмем Полный Боезапас И это Хорошее оружие Хорошее Громкое слово Нормальное оружие Нормальное оружие Которое Вполне Нам покатит И давайте Закончим С этим этажом Кластерную Мину я все равно Оставляю Потому что Она меня радует Иногда Так Всем лежать Бояться Вот эта броня Которая у нас там лежит Она нам нужна Она нам нужна Мы хотим ее Сохранить Да хватит тут Что ты делаешь Ты козел Всем лежать Во Спасибо Красное здоровье Нам пригодится тоже Кстати у нас нигде нету Нету Больше нигде нету К сожалению Во Подходи на Кластерную Мину Сучки Я Сучки Я попросил вас Подойти на Кластерную Я не буду стрелять Подходите Вау Окей Я только что Чуть не обосрался Когда на меня Они набежали вдвоем Эти красные ребята И начали Готовиться к выстрелу К счастью Кластерная Мина Сработала Аптечку Мы Короче Оставляем На будущее Я ее Не сменю Если мы будем Менять активный Предмет Это будет не аптечка Мы будем Менять Именно Кластерную Мину Что я не хочу Делать Я хочу Попробовать Ее использовать Я в принципе Предпочит Чел бы Чтобы нам Либо оружие Выпадало Теперь в будущем Либо Пассивные предметы Какие нибудь Атакующие Либо защитные Либо что нибудь Что угодно Пожалуйста Что нибудь Хоть что нибудь Хорошее Спасите меня Соты По моему Они со стингером Не дают Никакую комбинацию Но у нас Теперь будет Миллионы Миллионы Адских пчел Летать вокруг Соты И будут полезны Ну конкретно На боссе Там по моему Был закрытый Магазин Я кого то убью На хрен Мы выкинули Отмычку И там закрытый Магазин Вы это видели? Вы видели Этот вчес? Так Дядя скелет Отпусти меня Чудо Трава Хорошо Где эта голова? Не 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 Голова Лежать И тебе туда же Пожалуйста Ключ Это не ключ Это баночка С ядом Я не могу Не обратить Внимание Что это баночка С ядом А не ключ Магазин Действительно Закрытый У нас нет Отмычки Вау Окей Алтарь Алтарь Сейчас будет Вайви Да Хрен Зато О Ключ Еще один ключ Вау Два ключа И винтовка Даже если винтовку мы эту использовать не будем Она все равно нам увеличивает урон У всех остальных оружий Хотим ли мы открывать магазин на этом этаже Или мы эти два ключа хотим оставить на следующий этаж Я думаю это хорошая идея Открыть магазин на этом этаже Вдруг здесь будет что-то Что нам прям Физически необходимо А вдруг нам потом на следующем этаже придется ключ покупать Да Не-не-не Михалыч Не открываем Идем дальше Просто идем дальше и все Винтовка винчестера Ну не то что нам требуется Но опять же Она является для нас сейчас Можно сказать пассивным увеличением урона Маленьким пассивным увеличением урона Но тем не менее Тем не менее Это есть оно Увеличение урона Пассивное Что мы с этим будем делать Может попробуем ее в комнатах использовать Ну давайте эксперимента ради В одной комнате попробуем с ней походить Конечно это самая сложная комната в мире По такому случаю Но Ну на самом деле нет Просто красный хрен В принципе мы спокойно можем использовать ее вместо стартового пистолета Вот уж это точно И знаете Урон у нее неплохой Судя по всему С бонусами от единства Она очень неплохой дамаг наносит И скорострельность у нее высокая За счет того что у нас палец лича Да Знаете Она мне нравится Так Это на стингер Это на стингер Хорошо Она мне нравится И я ее буду юзать Маленькую пульку С двух выстрелов На пятом этаже Убивать это нормально С трех выстрелов Убивать куб Это вообще нормально Особенно с увеличенной Скорострельностью Окей Окей Да винтовка винчестера Внезапно Мне Доставляет удовольствие На пятом этаже Ну конечно Она такая длинная Такая красивая Кластерную мину Тоже не забываем Не Не пацаны Вот вам кластерная мина Ловите Никто не призывает Сегодня Адских скелетов Где он Ага Я его вижу Сука Вы его убили Как вы думаете Ставлю 5 баксов На то что не убили По моему Я проиграл 5 баксов Ну я готов заплатить 5 баксов За то что за его убийство 5 баксов За убийство Этого ублюдка Кто первый Выполнит задание Тот будет Я хотел сказать Тот получит бонус Но А какой смысл Если убить то Можно только один раз Ну если только мы не говорим О каком нибудь Древнем божестве Которое воскресает постоянно Тогда кто первый Его убьет Тот получит бонус Зачем вообще Такое задание На убийство давать Не лучше тогда взять Дать задание На то чтобы Его захватили И посадили В вечную тюрьму В которой Могут даже Божества Находиться Окей Быстро мы нашли босса Но мы пойдем на него сразу С двумя пустышками С кластерной миной Кластерную мину Здесь не юзаем Пожалуйста Не делай этого Не используй кластерную мину На драконе Делай что угодно Только не это Так Черепа мы будем Уничтожать Эффективно уничтожать Протонным ранцем И это будет супер Так Вот эта атака Да что ты будешь делать Черепа Идите нахрен Я с вами не гуляю Окей Я не знаю Что для меня хорошо А что для меня плохо И я буду использовать Кластерную мину Я тут же пропустил урон И я точно уверен Что я больше никогда В жизни не буду использовать Кластерную мину Это оружие Оно Не заслуживает того Чтобы вообще Находиться В патронномиконе Я его оттуда вытру Затирачкой Своей резинкой Со слоником Я буду стереть Его пока не сотру Если потребуется Уничтожить планету Для того чтобы уничтожить Этот активный предмет Я готов Ну я Говорил что Не надо его Пытаться использовать Во время боя с драконом Соответственно Делайте как я говорю Не делайте так Как я делаю Да Вот вам и все Вот и вся информация Которую я могу предоставить По этому поводу Знаете что Разумно наверное Будет например Заминировать вот это место На случай если Туда приземляться Приземлиться ножик Да Тогда оно сразу взорвется Вот это разумно Вот это разумно И нормально Ладно пофиг Ну подумаешь У нас мало здоровья будет Кому оно требовалось На следующем этаже Следующий этаж Вообще самый легкий в мире Когда это там было Были ситуации Что у нас получалось Один максимального здоровья И Когда это были ситуации Что если мы проиграем Конкретно на этом забеге То я буду полным дебилом Выглядеть Потому что я продал свинью Которая Обеспечила бы нам Если не гарантированную победу То Сильно увеличила бы Наши шансы на победу Дав нам дополнительную жизнь Но нет Нахрен мне это нужно Да Я перестану Паниковать И Депрессировать Прям вот сейчас Когда мы победим дракона То я стану Намного Более счастливым чуваком Мы кстати Победив его Можем прям сразу Спрыгнуть на следующий этаж Но вот это по моему Очень неразумное решение Прям вообще Если мы выберем Не получать В магазине Предметы Хотя бы даже Броню и здоровье Если мы там купим Это уже будет большое Для нас Достижение Если мы выберем Этого не делать То мы Мы Что-то Что-то пошло в жизни Не так Если мы так Выберем сделать Я хочу Это сердце добить Как можно скорее Вообще Меня не интересует С ним тут полчаса Танцы танцевать Но кластерную мину Я использовать не буду Это уж точно Даже не надейтесь Боги кластерной мины Я знаю Что вы хотите Вы хотите Мое сердце Нет Нет Не то Не то Не то Не то Не то Так вот Очень слабо Тоже Ну Ёлки Моталки Что ты будешь делать Надо было Из калаша Изначально Полить Окей Хорошо Перекаты Перекаты Перекатышки Перекаты Не знаю Даже Что это была За песня Какая-то Видимо Древняя Казацкая Песня Эй Ухнем Перекатом Через Выстрелы Дракона Эй Ухнем Прям по Сердцу Автоматом Ничего Ничего Так Кстати Я Смог Выбраться Из этой Ситуации Естественно Херам Максимальное Здоровье Все Херам Нам все Пофиг Мы сделаны Из мяса Кто не рискует Тот не умирает В мучениях В луже Собственной Крови Заедая Это все Своими же Кишками Для нас Очень важна Будет Броня Я По большому счету Я это сделал В надежде на то Что нам Дадут броню В магазине Без брони Я даже Я даже не знаю Зачем я это сделал Теперь я об этом Жалею Но что я точно знаю Что нам сейчас Нет никакого Резона Экономить Байзапас На вот такие Пушки Как Кольт И этот Кольт Он ничего так Долбит Но Нам сейчас Нужно Ничего так Нам нужно Чтоб мы Пыщ-пыщ Чики-брыки В дамки Я вижу там Магазин какой-то Здоровье для нас Бесполезно Я вижу магазин Здесь внизу Пожалуйста Хороший магазин Будьте Ууу Пожиратель оружий Пожиратель оружий Тоже мы Мы можем Использовать Мы закончим этот этаж А потом подумаем Над пожирателем оружий Что мы от него хотим Что мы туда Можем отдать Что нам вообще От жизни Необходимо Так Заминировать Эту сторону Пойти Гнать короля Гоните Этого короля Он Бастард Права на трон У него не настоящие Купил Сука А это что у нас Зельда Девчонки Зельда Вау Секретка Вау Синий сундук Вау Не знаю почему Я начал звучать Как какой-то персонаж Диснеевского мультика Вау Это же синий сундук Джерри Скорее Давай откроем Этот синий сундук Даже наверное Не диснеевский мультик А какая-то Дешевая пародия В магазине 160 денег Хватит Чтобы практически Все что угодно Купить Тут важно Соблюсти Умеренность То есть Не начать покупать В магазине Предметы Такие Типа Замораживающие пули Которые Звучат очень круто На практике Не так полезны Как может показаться Так что Если будет выбор Купить броню Или Купить Максимальное здоровье И купить Увеличение урона Я думаю Что нам следует Выбрать Увеличение урона Нет на самом деле Нам любое Увеличение здоровья Нужно выбрать К херам Это Это увеличение урона Мы и так На увеличивали урон У нас уже Самый здоровый урон В мире Просто огромный урон Все комплексы Все комплексы От всех комплексов Я уже избавился Получив такой Урон Мы же могли вернуться назад Нам даже не обязательно Пробегать через эту комнату Но нет Доказать надо себе И всем окружающим Что ты можешь это сделать Что в принципе Ну ничего плохого в этом нет В желании доказать Что ты можешь это сделать Но Важно чтобы оно не приводило К безвременной кончине И к безвременной кончите тоже Прыгай 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 В водичку Да Спасибо Ну что Налево Или наверх Я думаю Налево Ну и иди Так Кольт мы Практически Потратили Надо Надо вот эту пушку Использовать На следующем этаже Она совсем слаба будет Как бы мне не хотелось Чего нибудь хорошего Но Если мы не получим комбу С черепаха пушкой А комба с ней Это по моему Активный предмет Звезда У нас будут проблемы Так Ну что Открываем Вау Ну У нас есть что скормить Героиня Все еще забаненный предмет У меня Прям руки чешутся Ее сейчас разбанить Но Я этого не буду делать Окей Знаете что Ребят Знаете что Ребята Ешьте мой стингер Ублюдки Мой стингер Самый вкусный Стингер В мире Окей Стингер В качестве стартера В комнатах А Как вам это Вообще Его надо В качестве Экстренной Экстренной Пушки Использовать Вот типа Для таких ситуаций Если противника Срочно откинуть Нужно Или убить Моментально Деньга Сыпется Деньга все еще Сыпется И магазин Нам дает Импульсная пушка Плюс пушечник Плюс банан Мы можем купить Три этих оружия У нас будет Миллион оружий И все эти оружия Должны Взаимодействовать Между собой Потому что У нас Единство И мы увеличим Еще сильнее урон Либо мы можем Купить Один доспех Я думаю Намного более Интересная идея Купить Три этих пушки А Мы еще К Зельде Пойдем Сейчас Зельда Что ты мне Дашь Дроболук Вот Отстойное оружие Которое стоит Сдать в пожиратель Здесь мы получаем Активный предмет Который Обычно Отстойный Но сейчас Если честно Он с кластерной Мина Его можно использовать В комплекте Но Аптечку Я не сменю На него Нет И Тяжелые пули Хм Я терпеть Не могу Тяжелые пули Посмотрим Ладно Так Что мы сюда Скормим Героиню И что еще Наверное Дроболук Собственно И скормим Ну Стингер Пустой Я не буду Скармливать Ну да Забаненную Героиню Хотя Мы можем Ее Как автоматическое Оружие Использовать Но она Далеко Не так Эффективна В качестве Автоматического Окей И Дроболук Собственно Который Мы здесь Получили Идет Подскорм Винтовка Винчестера Я вижу Что она Пустая Но Она У нее Качество Низкое Достаточно А дроболук Я использовать Не буду О нет Ни при каких Обстоятельствах Ну Сотрясатель Сотрясатель Это хорошо И теперь Делаем Супер Маневр Берем И покупаем Еще три Оружия Здесь Раз Два Три Я надеюсь Что все это В комбинации Будет наносить Гигантский Урон Просто Гигантский Потому что Иначе У нас Большие Проблемы Смотрите Сколько Пушек Бананобомба Кстати Это нормальный Стартер Вполне У нас Есть аптечка Которая В каком То Смысле Дает нам Два Максимальных Сердца Ну Так Вот В каком То Смысле Конечно Она не Прямая Она Их Дает Она просто Может Вылечить Нам Два Сердца При Необходимости Или Три Я не помню Сколько Она Лечит Но Окей Поехали Три Красных Сердца И Шестой Этаж Давно Мы так Не развлекались Но Здесь Я виноват На сто Процентов И может Быть Не надо Было Брать Алтарь Но Я Надеюсь Что Все Эти Увеличения Урона Они Не просто Складываются Они Где-то Там Какой-то Из них Перемножается Еще У нас Сейчас Будет Огромный Урон Потому что Тяжелые пули Тоже Это Увеличивает Урон Так Знаете Что В комнатах Мы используем Самое лучшее Что у нас Есть Конкретно Это Протонный Ранец Для нас Будет Очень Хороший Сейчас И Бананобомба Большая Тяжелая Бананобомба Разрывающая Противников Клочья Очень-очень Медленно Летящая В сторону Этих Самых Противников Но Если Уж Она Долетает До Них Ох Сливай Воду Так Какашка Иди Нафиг Ну И Протонный Ранец Тоже Очень-очень Медленно Летит Зато Если Долетел То Собирайте Чемоданы Ублюдки Эта комната Прошла Ну Не так Не так хорошо Мы всех убивали Как я хотел бы У Она Бананобомба Далеко не такой Огромный урон Наносит Как мне хотелось бы А протонный Ранец Очень плох С тяжелыми Пулями Его выстрелы Слишком далеко Летят Долго В смысле Слишком летят Знаете что Давайте вот этот Дробовик Попробуем Да Дробовик Плюс Бананобомба Наверное Мы бананобомбу Можем именно Как оружие Использовать Не как даже Стартер А просто Как пушку О Тихо 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 Нет 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 Не умирай Ты же видишь Я живу тобой Ты конечно сразу в рай. Ну, а я, наверное, тоже. Ох. Знаете что? Тяжелые пули, по-моему, это не весело. Они, по-моему, не настолько увеличивают урон, чтобы использовать их. Слишком сильно они снижают точность попадания. Это нереально. Даже с этой бананобомбой, которая вроде как... И так у нее градус поражения хороший. По-моему, это недостаточно эффективно. Я их выбрасываю. Совсем не то, что нужно. Даже приблизительно не то, что нужно. Ну, ладно. Хорошо. Да, с ускоренными выстрелами намного все лучше. Намного все лучше. И противники, по-моему, даже сталкиваются в пропасть лучше. Возможно, это эффект того, что каким-то образом тут физиков задействовано. Ну, понятно, что в передвижении противников задействовано физика. Но я имею в виду, что, может, чем быстрее твой выстрел улетит, тем лучше он отталкивает врага. Это плохая комната. Я использую пустышку, потому что я не уверен в своих силах с ней справиться. Будет взрыв. Будет праздник. Будут танцы. Будет вечеринка. Приходи после вечеринки на сеновал. Когда мы в этой комнате удара ни одного не пропустили. Я без понятия. Вау! Я обычно никогда мы не заходим в эту комнату снизу. Мне это очень не понравилось. Я больше никогда не хочу быть снизу. Вау! Я всегда буду сверху. Первый и последний раз я снизу. Особенно эти наручники. Они вызывают у меня чувство дискомфорта. Пожалуйста, что ты делаешь? Отпусти меня. Отпусти меня. Папочка. Нет. Мамочка. Банано-бомбы. Еще банано-бомбы. Ну, нельзя. Нельзя сказать, что мы наносим плохой урон. Мы действительно наносим очень хороший урон. Всеми своими пушками. Стоил ли он того, чтобы терять, например, одно красное сердце максимальное? Я думаю, да. Я думаю, собственно, то, что мы наносим так много урона сэкономила нам как минимум один удар. Как минимум один удар. Хорошо. До свидания. Так, и надо прекратить постоянно перезаряжать этот дробовик. Он не для того был создан. Не для этого, мама, цветочек растила, чтобы ты его перезаряжал через каждые две секунды. Подходи по одному, сучки. Лови. Вау, он выжил. Он выжил. Нам еще патроны бы очень-очень сильно пригодились. На стингер. В частности. Чтобы я мог спокойно расслабиться и получать удовольствие от игры. Боум. Шоколака. Я к тому, что мне не пришлось... Чтобы мне не приходилось думать о том, что будет, когда мы дойдем до леча. Потому что со стингером я буду чувствовать себя очень комфортно. Сухо и комфортно и вся фигня. Без стингера я сомневаюсь в наших шансах на победу. Окей, ты ублюдок. Словил. Словил мои выстрелы. Да-да-да-да-да. Я понял. Вы мне в лицо прям будете появляться. Хм. Если патроны нам не выпадут, я был бы счастлив получить, например, возможность использовать красный пожиратель оружия. У нас есть что туда скормить. Правда, мы потеряем бонус единства, но я думаю, это того будет стоить. Если мы его найдем. Если мы его найдем. Идите нахрен, ребята. Вау! Они со всех сторон. Они со всех сторон. Призвание первого фильма с Сашей Грей. Погуглите. Половинку здоровья мы потеряли. Что? Ожидаемо, как бы. Так что тут я не сильно печалюсь. По-моему, у нас вообще этаж идет пока что очень хорошо. Ну, частично это из-за того, что мы используем отличное оружие. одно из моих самых любимых оружий для такой поздней игры. Но мой патрон возьмем все равно на стингер, потому что он нам нужен. Со стингером я себя чувствую очень комфортно. Теперь позволю себе использовать сотрясатель, например. И знаете что? И автомат калашникова. Автомат кала... А знаете что? И протонный ранец. И... Все, все хочу. Но начнем мы с банана. То есть банан это наш стартер. Окей. Вот эта комната она вообще должна пройти просто шикарно. В этой комнате никакого урона получать не нужно. Использую бананобомбу. Взрываю их бананобомбой. Все. Перекаты. Бананобомбы. Бананобомба это быстро и со вкусом. Знаете даже что? Используем то, что мы, наверное, не будем вообще использовать. Пушечник. Урон хороший. О, вот эту тварь убить очень быстро. Очень быстро. Сотрясателем. 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 Молодец. Молодец. И теперь вот этого пушечника просто. Расстреливаем пушечником и даже не паримся по поводу всяких глупостей типа бананобомб, стартовых пистолетов либо любых оружий, на которые нам жалко боеприпас. О, пустышка. Это, кстати, очень большая находка. Пустышка очень хорошо. Пушечник можно и в комнатах использовать. Но тут возникает ситуация, что зачем, да, когда мы можем использовать оружие, которые будут особо эффективны. Знаете что, да, я вас хочу столкнуть всех в пропасть. Но вы, видимо, не хотите в пропасть идти. Поэтому, знаете что, я уважаю ваше мнение как больших красных слизней. Поэтому я поставлю кластерную мину. Подходите по одному, сучки. Вау! Там было 50 тысяч выстрелов. И они все летели в меня. Я думал, что я кончусь. Протонный ранец, да. Сжигает всех адской плазмой. Вот это вот, пацана, надо сжечь адской плазмой особенно быстро. Хорошо. Вместо того, чтобы быстро его убить каким-нибудь другим оружием, я до последнего пытался стрелять в него протонным ранцем. Мне это не очень понравилось. А вот эта комната, вот эта комната, здесь стингер идет в бой. Идите все нахрен. Я вас ненавижу просто адски. Адская ненависть возникает в моих ушах. Колокол начинает бить и требовать жертвы. Жертвой будете вы, ублюдки. Есть, мы ее прошли, мы без получения урона. Я всегда счастлив, когда мы эту комнату проходим без получения урона и без использования пустышек. С пустышкой там... С пустышкой все умные. Так, будем теперь калаш юзать. Протонный ранец кончился, теперь идет калаш. Бой. Я ничего против калаша не имею. Опять же, мы его купили на одном из первых этажей и я все еще настаиваю на том, что это одно из моих любимых оружий в игре. Просто и со вкусом. Хорошо. Так, тише, 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 тише. До свидания и тебе туда же. Половинка здоровья. Я бы не отказался от половинки красного здоровья. Прямо вот сейчас. Теперь я бы не отказался от целого красного здоровья. Теперь бы я не отказался, если бы вы все взорвались под кластерной миной. Я не знаю, как я умудрился сделать этот перекат, но я это сделал. Для чего бы я припас? Знаете что, для протонного ранца. Для протонного ранца протонный ранец рулит не по-детски. в комнатах. И в качестве стартера все еще бананобомба. Не лучший стартер, далеко не лучший, но... Протонный ранец особенно рулит тем, что можно просто начать стрелять, расслабиться, и он сам будет всех попадать. Это как раз для меня просто шикарно, потому что моя точность находится во всех учебниках по истории, и как не надо делать. Окей. До свидания. Кто еще? Все? Ключ. Ахереть. Что может быть нужнее ключа, да? А вот и босс. Окей. Ну что, красное сердце, затащишь? Аптечку мы используем, когда у нас останется половинка здоровья. А пока что на первом... На первом этапе. Блин, а что на первом этапе? Что на втором? Давайте до конца калаш заюзаем на первом. Калаш должен нормально долбить. Этот гребаный ублюдок уже использует свои самые... самые гадские тактики. Ладно. Ладно. Никаких кластерных мин. Я думаю, что кластерную мину вообще не стоит использовать. Я думаю, что это ни к чему хорошему не приведет. Вау! Урон я тут пропустил, конечно, дурацкий. Я задумался о кластерных минах и смысле жизни. Знаете что? Да, пустышка. Пустышка там нужна была. И... Калаш закончился. Окей. Вау! Я использую аптечку прямо сейчас. Потому что я себе не доверяю. Протонный ранец. Добей его. Добей, 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 добей. Хорошо, хорошо. Аптечку я использовал прямо со старту. Чем мы будем вторую фазу бить? Вот в чем вопрос. Наверное... Наверное, стингер. А третью фазу уже разберемся, чем попало. Три красных сердца и одна пустышка. Это... Это достаточно. Это достаточно. Мы это сделаем. Мы это сделаем. Ребята, пацаны, мы это сделаем. Девчонки. И мальчишки, а также их родители. Пара-пара-папа. Веселые истории увидеть не хотите ли? Веселые истории варлок покажет наш. Веселые истории в бою против лича. Пара-пара-папа. Пара-пара-папа. Ну, нормально вроде так. Ничего. Окей. Я использовал пустышку. Я знаю, что я умею эту фазу проходить без пустышек, но мы были в ситуации, когда это было практически нереально. Практически нереально. Он нас... Урона нужно наносить больше. Мы должны наносить больше урона, намного больше. Стингер... Стингер бьет плохо. Плоховато. Плохо это громкое слово. Плоховато. Бьет Стингер. Его надо использовать как дополнительное оружие, периодически на него переключаться. И есть, детка, мы это сделали. Мы это сделали. Вторую фазу нам еще. Третья предстоит, но... У нас как бы остался хоть какой-то запас прочности. Третья фаза тут... Тут ничего не ясно. У него есть атаки, которые очень легкие, есть атаки, которые сам очень сложные. И тут ничего не сделаешь, кроме как просто хорошо играть. Вот эта атака скорее относится к легким, чем к сложным. Будем выстреливать. Будем делать вот так, да? Выстрелили обойму из Стингера. В смысле, не обойму, ракету из Стингера выпустили. Начали стрелять сотрясателем. Иди нахер мой дядя. Хорошо, что мы научились вот эту атаку проходить. Эта атака для нас сейчас никаких проблем не составляет. Поэтому, только поэтому мы можем выиграть. И мы, собственно, выиграли. Мы выиграли. Можно расслабиться, остановиться и как бы танкануть лицом. Пчелы его добьют. Вау! Очень хорошо. Пять побед подряд. Серия из пяти побед готова. Я надеюсь, вам понравился этот забег. Если это так, не забудьте поставить внизу лайк. Это очень-очень-очень сильно помогает. Хотите смотреть продолжение? Конечно, подписывайтесь. Оружили выходит ежедневно. А я благодарю вас за просмотр. И мы с вами обязательно увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok